Новые интересные гаджеты в ближайшее время можно абсолютно не ждать. Это прекрасная новость, потому что у нас высвобождается время для того, чтобы обсуждать старые, но, тем не менее, похорошевшие устройства, на которые теперь точно стоит обратить внимание. AirPods Pro вышли в конце 2019 года, как раз перед пандемией. Сейчас им уже больше двух лет, и за это время Apple успела выпустить 9 прошивок для этого гаджета, и появились новые функции, которые выходили в процессе формирования этого устройства в руках потребителя, и сегодня на них точно стоит обратить внимание, даже если у вас нет iPhone. В официальном магазине AirPods Pro стоит 250 долларов до сих пор, но когда нас это останавливало, заходим на eBay, либо на AliExpress, и там можно купить оригинальный AirPods Pro за 160, иногда даже за 150 баксов. Кстати, о том, как отличить оригинал от подделки, я расскажу в конце этого видео. AirPods Pro это наушники, которые можно купить, так сказать, на вырост, ведь никто не обязывает вас использовать их с iPhone. Некоторые очень крутые фишки у них раскрываются еще и на планшетах, на MacBook и даже на телевизионные приставки, то есть на большом экране телевизора. Не обязательно иметь iPhone как основное устройство, ведь у вас могут быть различные связки, к примеру, Android смартфон плюс iPad, Android смартфон плюс MacBook, и в этом случае AirPods Pro тоже подходят. Основные фишки, такие как шумодав и режим прозрачности, работают и без iPhone, потому что все интеллектуальные функции наушники берут на себя. Кстати, к моему большому удивлению, AirPods Pro вместе с Galaxy S22 Ultra работают лучше и звучат лучше, чем Galaxy Buds Pro. Да ладно! Я всегда думал, что самой востребованной опцией в AirPods Pro для меня станет отличнейший шумодав. И так было до недавнего времени, но некоторые сценарии использования меняются. Сейчас наступает весна, время прогулок, вместе с музыкой, подкастами, и на фон выходит важная функция, режим прозрачности. Кто здесь? Я сравнивал этот режим с Galaxy Buds Pro, FreeBuds 4i от Huawei, Galaxy Buds 2 и Sony 1000XM4. Сравнимое по качеству интеллектуальности режима прозрачности можно сопоставить только с наушниками компании Sony. В остальных всех вариантах у конкурентов режим прозрачности очень туповат. Большинство наушников как будто не понимают, что режим прозрачности должен быть адаптивным к окружающей среде. У тебя не должно складываться впечатление, как будто твои наушники подслушивают за окружением. Должно складываться впечатление, как будто наушников вообще нет. Согласитесь, иногда очень важно, чтобы вы могли и слушать контент, и одновременно с этим понимать, что происходит вокруг. Что там какой-то автомобиль приближается, велосипедист едет. Даже если к вам вплотную подъедет КамАЗ и посигналит, вас это не испугает, потому что наушники автоматически будут выравнивать звуки. Они будут подавать достаточное количество громкости сигнала автомобиля. И одновременно с этим вы будете отчетливо слышать музыку, ну или что вы там слушаете. То есть сигнал автомобиля гармонично будет сочетаться с воспроизводимой музыкой и никак вас не испугает и не помешает. Почему-то у других конкурирующих решений так не работает. Редко кто говорит о таких сценариях и вообще редко кто выбирает себе ТВС наушники для таких сценариев, как для просмотра фильмов, либо сериалов. И не мудрено, потому что большинство решений не дают вам никаких привилегий в этом вопросе. Один раз попробовав фильм или сериал с функцией пространственного аудио, вы больше никогда не захотите смотреть контент иначе. На что это похоже? Создается впечатление, как будто между вами и экраном попросту полностью нивелируется какая-либо дистанция. Звук начинает возникать отовсюду вокруг вас на 360 градусов и при этом еще ориентироваться относительно вашего положения и поворота головы. Вы поворачиваете голову, звук следует соответствующим осям. Пространственное аудио есть еще и в наушниках Galaxy, но на Android вы ограничены связкой наушники плюс смартфон Galaxy. С AirPods у вас есть возможность смотреть и слушать пространственное аудио на смартфоне, планшете, компьютере и даже огромном телевизоре с приставкой Apple TV. Очень часто эффект от пространственного аудио даже превосходит все возможные эффекты от реального посещения кинотеатра. Это не передать словами, когда вы просто лежите на диване, смотрите на экран телевизора, вокруг вас возникают звуки и вы прям не понимаете откуда они идут. Либо из наушников, либо у вас наушников в ушах вообще нет. А еще крутость в том, что эта функция пространственного аудио появилась у всех пользователей AirPods Pro вот просто бесплатно. Прилетела прошивка и все заработало. Да, кстати, если вы когда-то попробовали AirPods Pro и не поняли их звучание, либо оно по какой-то причине вам не подошло, есть большая доля вероятности, что вы не сделали первоначальную настройку этих наушников, которая делается через отдельное меню, где вы должны сами прослушивать каждый звук, выбирать который вам больше нравится. Конфигурация сохраняется и наушники звучат совершенно иначе. И теперь главное, как отличить подделку, потому что подделок под AirPods Pro на сегодняшний день просто завален весь рынок. Их очень-очень много. Кто-то не стесняясь продает их, как типа замена оригинала, а кто-то пытается обомнуть, продавая подделку под видом оригинала. Во-первых, серийный номер на коробке и серийный номер в системе должны совпадать с серийным номером, который тщательно спрятан внутри кейса. Даже самые дорогие подделки не позволяют себе эту довольно дорогостоящую печать внутри кейса. Реплики AirPods Pro, которые даже идеально распознаются в iOS как оригинал, в описании всегда имеют несуществующую версию прошивки. Вот список из 9 оригинальных прошивок и их номера. Смотрите и сверяйте. Качество пластика в репликах всегда гарантировано ниже. Из-за этого наушники с кейсом всегда легче, чем у оригинальных AirPods Pro. Китайцы не могут подделать амбушюры, их уникальное крепление, за счет чего реплика всегда сильно хуже сидит в ухе, в отличие от оригинала. Очень часто в реплике крышка кейса не имеет фиксатора, а за счет этого реплика постоянно захлапывается и закрывается. Ну и конечно же звук. Поддельные AirPods Pro звучат хуже, искусственней. Причина простая. Эти наушники не используют фирменную технологию вычислительного аудио. Последние два месяца я был без AirPods Pro. Пользовался другими наушниками разных брендов. Samsung, Huawei, Xiaomi, Realme и даже Oppo. И надо признать, мне дико не хватало этого гаджета. Я опять себе их выслал почтой там, где я сейчас нахожусь. Вставил в уши и господи, какая же благодать, как свои старые добрые джинсы в лес. И знаете, здесь возникает вопрос, а нужно ли компании Apple вообще обновлять прошки? Как вы заметили, наушники Apple обновляет не так часто. Даже обычные классические AirPods прожили черт знает сколько лет, пока их не обновили. И что-то мне подсказывает, что еще не время обновлять прошки, потому что они во многих вариантах универсальны. У них очень универсальный и удобный дизайн. У них отличный звук, отличное шумоподавление. А какие еще новые функции можно придумать для современных наушников с приставкой Pro? Ну, шагомер в них ставите сотовый модуль. Кстати, сотовый модуль, это не шутка, но эта тема уже до следующего выпуска. Скорее всего, о следующих новостях я вам расскажу, о чем идет речь. Спасибо за просмотр. Всем пока.